Я рада вас приветствовать сегодня и хотела бы, чтобы отметились кто меня видит и слышит. Ребята, пожалуйста, плюсиками. А, все, отлично. Я каждый раз волнуюсь, все будет нормально с нашей записи. Итак, я приветствую наших дорогих партнеров, друзей, все, кто сегодня присутствует из разных стран. Нас много сегодня. Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Америка, Италия, Испания, Германия, Чехия, Польша, Молдова, Израиль, если я кого-то не назвала. Ребята, в моей книге. Я рада вас поприветствовать. И сегодня, наверное, это самое важное, самые важные вебинары, самое важное занятие, которое необходимо проводить всегда. Эстония, очень рада, ребят. Необходимо всегда проводить. И мы как-то об этом говорим скользко и говорим об этом подробно. Но на самом деле это одна из самых важных вещей в любом бизнесе и особенно в сетевом маркетинге. Дело в том, что о том, как начать бизнес, как обрести навыки, как поставить цель, как работать с собой, как достичь успеха, об этом написано миллионы книг. И сегодня вы можете пользоваться разными книгами, хотя я рекомендую книгу Эрика Уори «Сем секретом эффективных сетевиков» или дистрибьюторов. Но тема, о которой я хочу сегодня поговорить, это не то, как научиться стать успешным. Это то, что разрушит ваш бизнес сто процентов. Это то, что убьет все ваши усилия. То, что приведет вас к потере бизнеса, репутации, успеха. И хорошо в начале пути знать, чего делать нельзя, чего точно делать нельзя, что вредоносно. Иногда эти люди занимаются из-за великих амбиций, им хочется оказаться больше, чем они есть. Иногда просто по незнанию. Но сегодняшняя тема наша с вами – это то, что нужно знать в самом начале. Манюшенька, помоги мне, ребята, секунду, чтобы это было в центре, чтобы я видела… Да, нет, 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 ребята не видят это на весь экран же. Видят, все у них по-другому, все нормально. Ребят, а я не вижу их ответов. Пожалуйста. Техники я далеко не спец. Итак, я должна видеть, что они мне пишут. О, отлично, все, вот то, что мне нужно. У вас больше. Нет, чуть-чуть поменьше. Меньше? Больше сделай, чтобы я видела. Отлично. Еще раз. Все. Все, не дергайте колесико. Все, ладно. Итак, семь смертных грехов в сетевом маркетинге. Это то, что разрушит ваш бизнес. Даже если вам будет казаться, что это не так важно, или никто не узнает, никто не знаменит. Сетевой маркетинг – это такое сообщество людей, где всегда все известно, рано или поздно. И, скорее всего, рано. И еще одна вещь. Если вы этим занимаетесь, прекратите этим заниматься. Все мы, сетевики, все в той или иной мере были подвержены этим грехам. Я честно скажу, что я 21 год, и 22 уже в сетевом маркетинге, и некоторые из этих грехов были мои любимые. Но вот давайте договоримся. Осознание того, что это может разрушить ваш бизнес, должно заставить вас задуматься и принять решение, что вы будете делать и что делать не будете. Итак, грех номер один. Грех номер один – это преувеличение. Каждый начинающий дистрибьютор находится в состоянии, когда говорит, да, ну, ну, ой, фигню всякую пьешь, чем ты занимаешься, это все несерьезно, неправда. И так хочется быть таким уважаемым, так хочется быть фундаментальным, так хочется сразу показать результаты, что мы начинаем преувеличивать. О чем я говорю? Первое – это преувеличение в отношении результата по продукту. Или о самом продукте. Или о их создателе. Когда-то я говорила, что человек, который создавал микро-гидрит, на основе которого дальнейшие разработки HMMOS 500, Патрик Латненга, он был представлен в Нобелевской премии. Я не знаю, откуда, но сегодня до сих пор кто-то говорит, что на нас с компанией «Кораллоклуб» сотрудничают три Нобелевских лауреата. Ребята, сегодня это все легко проверить. И когда люди заходят в интернет и смотрят, и никого из Нобелевских лауреатов нет, что они думают. Ой, врут, как все. Ой, все эти сетевики врут, как силы имеют. И вот это первая потеря доверия. И фраза, с которой я привезла Калаваду, звучала приблизительно так. Это идеальная очистка. Чистим кишечник по самой благо, что приятно, без поноса, теряем от 2 до 10 килограмм. Вы знаете, сколько народу услышало 10 килограмм и предъявили мне претензии. Я не потеряла 10 килограмм, я потеряла полтора килограмма. И очень часто, когда мы преувеличиваем результаты и показываем их как одинаковые для всех. Ну, например, у нас есть действительно потрясающие результаты. Программа 90 дней. Изменить себя. Минус 15 килограмм, минус 20 килограмм, минус 30 килограмм. Ну, во-первых, не все настолько overweight. Не все настолько полные люди с таким излишним весом. То есть, если маленький худой человек смотрит на Калаваду и говорит, что каждый будет худеть на 30, я вообще исчез. Более того, это суперрезультаты у людей с гораздо большими проблемами. И еще очень важно, что это не за одну Калаваду. Это система. Сначала корал детокс, подготовка, потом Калавада, потом правильное питание, плюс спортивный зал, какие-то упражнения. Плюс самое главное, это изменения в обычном питании, принятие решений, изменения. Но когда мы говорим, за две недели вы потеряете 12-15 килограмм, ребята, не обманутые ожидания деструктивны. Поэтому не преувеличивайте. И наш президент всегда говорил, вот сколько я себя помню, он говорит, не надо преувеличивать. Достаточно говорить правду, говорите так, как есть. Поэтому я вас всем рекомендую придерживаться той информации, которую дает компания. Зачастую дистрибьюторы начинают преувеличивать. Но если у вас, это же не говорит о том, что не бывает суперрезультатов. Бывают. Эти примеры можно привести. Но тогда надо оговариваться, что ну обычно, вот можно и такие результаты, если сейчас поставил цель, и иметь такие проблемы. Но обычно, это программа калавады, это не программа кухдения, это программа улучшения состояния, за счет того, что мы убираем все яды. И наш организм вспоминает, как он устроен. Никто не ворует наши витамины, минералы, и белки, и жирные кислоты. И организм сам отстраивается. То есть это правильные вещи, надо говорить. Еще одно преувеличение, это большое давление окружения. Ну и сколько ты заработал. И многие люди начинают преувеличивать. Когда-то земляница Сергеевна Деревьева меня просто сразила. Она говорит, ну она была в нескольких компаниях и пока искала свой путь. И она говорит, в этой компании прямо со сцены учат. Езжайте в другой город, оденьтесь приличнее, рассказывайте, что вы миллионер. И когда я спрашиваю, сколько вы зарабатываете, какую бы цифру они ни назвали, я делю на 10. Это технология, их так научили. Ребята, не делайте этого. Вы теряете доверие. Ну во-первых, глаза миллионер и глаза человека, который еще не стал им и работает медленно, постепенно. У него не получается, это разные глаза, это видно. Во-вторых, знаете, как это важно? Когда я приехала в Сумы, это вот начало работы Зиночки Деревьевы. И я приезжаю, и она меня встречает с поездом, а у нее там дистрибьютор. Она говорит, какой у тебя чек? Вот я всегда путаю. Я помню 5, Зина говорит 7, но надо верить Дине, у нее абсолютная память. Там 7, 300, с чем там. Это был 3 или 4 год работы. 3, наверное. И, знаете, покажи. И слава богу, со мной была распечатка. И вот надо было видеть, ее потрясло, что я не сказала больше. Я не помню две последние цифры, но я сказала правду. После этого уровень доверия ко мне совершенно другой. Ребята, когда очень хочется преувеличить, не делайте этого. Не ввите, что вы зарабатываете огромные деньги. Это, знаете что, особенно если это происходит, никогда вообще не надо делать. Но когда это происходит в присутствии окружающих, а они знают, что это не так. Знаете, что они понимают? Ложь разрешена. Здесь надо врать. Любой нормальный человек, когда он чувствует, что его обманывают и его заставляют обманывать. Но он же, дистрибьютор, повторяет не то, как вы их учите, а то, как вы делаете. Я не хочу быть тем, кто лжет. Или еще один пример. Мгновенная карьера. Это отдельная песня. Это отдельная тема. И я приглашаю вас на следующий вебинар. Это новогодний мой подарок к вам. Этот вебинар будет называться «Главный секрет миллионера». Не как освоить навыки, не как поднять на 10%, не как подписать отчет. Секрет, который можно найти у каждого, кто зарабатывает миллионы в сетевом маркетинге. И об этом нигде не написано. Нигде не написано сконцентрированное то, что будет на следующем вебинаре. Я вас приглашаю. Итак, вернемся. Преувеличение по поводу карьерного роста. Первое. Вы быстро достигли статуса, потом упали. У нас такая компания, которая не забирает назад. И очень многие люди, сделав до 7 статуса там изумрудного директора, потом упали до серебряного. Говорят, я изумрудный директор. Но все тоже еще знают, что это неправда. И значит, уже не очень доверие. И уже, ну да, ой, знаю я, как здесь изумрудный. Ну, я же знаю. Сплетни ходят сумасшедшие. Поэтому я очень уважаю тех лидеров, которые на какой-то момент, даже значки снимали. Говорят, вот надену, когда восстановлюсь. Да? Я не к тому, чтобы вы там всем бегали и рассказывали, что я упал в ранги. Я к тому, что когда вы говорите, я мгновенно стал достиг такого ранга, и это все люди думают, а что так быстро он, а я никак. А потом узнают, что на самом деле вы поднялись и упали. Ребята, это нормально. Это очень часто бывает, когда только стал мастером, на следующий месяц упал, не подтвердил, потом снова стал мастером. Такое бывает, но не врите. Давайте запишем. Преувеличение. Когда вы показываете свой самый большой человек и говорите, что именно столько вы получаете каждый месяц. Когда вы показываете свой самый большой ранг, а вы не в этом ранге. Ребята, преувеличение. Действуют разрушающие на ваших дистрибьюторах, на ваших окружающих. Достаточно говорить правду. Грех номер. У меня вопрос. Вы согласны со мной? Вот кто испытывал такую ситуацию, когда кто-то рассказывает о необыкновенных результатах в бизнесе, в деньгах, в карьере, в продуктах. И вы знаете, что это не совсем правда. И вы чувствуете, как вы себя чувствуете. Нет, хорошо, правда? У вас теряется чувство собственного достоинства, доверия, уверенность. Но здесь врут. Ой, да все сидите в телеке врут. Вот не делайте этого. Следующий грех номер два. Это непостоянство. Это вот то, от чего страдает весь сетевой маркетинг. То, с чем борются все ваши лидеры. Вот да-да-да-да. Неловко чувствую за другого. Это правда. Это правда. Ребят, неважно видели ли это у кого-то другого, важно, что вы этого не будете делать. Сегодня я вам в этом сказала, и вы не будете этого делать. Потому что так вы теряете репутацию и доверие. Более того, люди начинают врать вам. И знаете, мы все глиценируем, какие у нас хорошие результаты. А реальность не такова. Но не зная реальность, ты не понимаешь, куда ты движешься и с какой скоростью. Второе. Непостоянство. Непостоянство, это выглядит приблизительно так. Только что закончилась Киевская волна. Недавно закончилась Европейская волна в Милане. Такие же события прошли в разных городах и в разных странах. И вот что мы чувствуем на событиях? Вау, 100% я сделаю. Круто, как мне нравится. Замечательно. Насколько хватает? Более того, еще лучше, когда вы приезжаете, собираете всех своих друзей, партнеров, тех потребителей. Скажите, такое событие, классное событие. Я решил, я встал. Та-та-та-та-та. Через неделю запал закончился. Две недели. Запал закончился. И вы выдохлись. И еще хуже. Бывает, но когда вы исчезаете, а люди не понимают, они же, вы же подожгли, они горят, им нужна помощь, им нужно общение. Они готовы двигаться дальше. А вы поджигатель подожгли и бросили. Ребят, непостоянство, это то, что, к сожалению, разрушает вашу сеть очень серьезно. Почему? Потому что люди понимают, что я не могу надеяться. Боже, а зачем я так возбудился? Я-то возбудился, я начал действовать. Найти своего наставника, своего коллегу я не могу. А где он? А, он вообще вот это вот в депрессии, извините. Один раз я подпрыгнул, два, а тридцать раз я не буду прыгать. Потому что я знаю, что у моего наставника это закончится через ровно две недели. Вот мне нравится. Вот даже уже две-три недели. Ребята, однажды принятое решение надо поддерживать. И нужно двигаться постоянно. Да, иногда у нас бывают приливы энтузиазма, а иногда у нас бывают разочарования. Это специальная технология. Что делать, чтобы поддерживать себя на постоянном уровне энтузиазма? И в одном из наших вебинаров, это будет январь, и мы поговорим на этом. Каждый лидер умеет себя завести, снова подзавести себя. Но самое главное, не бросайте своих людей. И еще одна мысль. В моей жизни была такая история. Я ушла из компании «Цектор». Ушла, потому что была не согласна с фундаментальными вещами. Переподписывали у меня, забирали людей. Я решила, что раз, два, три. На третий раз я решила, до свидания. С человека две с половиной тысячи. И ушла в ноль. И помню, как я лежала, жарила себя. Очень уваженный на весь мир. И депрессия продлежалась достаточно долго. Я получала какое-то время достаточно доход, только он очень быстро. Это не кораловый куб. Очень быстро стал падать. И наступил такой момент, когда мне было ничем кормить свою семью, ничем платить за квартиру. И я позвонила своему астралу, когда мне говорю, вот так и так. Она говорит, «Марина, от того, что ты в депрессии, деньги не появляются». Это подтверждал и Дональд Трамп, рассказывая свою историю. И еще масса людей. Ребята, вы не настолько богаты, чтобы позволить себе депрессию. Давайте договоримся. Вот будете зарабатывать шестизначный доход? Вот можете подумать о том, пофилософствовать, насколько жизнь несправедлива. Хотя в тот момент вам уже не захочется на эту тему думать. Поддерживать температуру в своей организации – это очень важно. И так, непостоянство – это грех номер два. Грех номер три – это идея недели. Это метание. Я сегодня по этой системе. Я решил, что я буду делать вот это. Через три дня приходит ваш наставник и говорит, «Так, все, вот это мы не делаем, это не работает, давай вот это. Давай вот это. И, понимаете, чтобы добиться успеха в любом деле, нужно, а, разобраться в этом деле, знать законы, знать правила, выучить навыки, практиковать навыки, практиковать их до результата и менять очень постепенно. Но когда вы подпрыгиваете то по одному, то по другому, люди, идущие за вами, они не понимают, что делать. Ну, например, давайте приведу пример с продуктом, да? Я четко убеждена, где бы я ни выступала, с кем бы я ни общалась, это будет личная встреча один плюс один, это будет случайное знакомство, это будет занятие в офисе, это будет выступление в любом городе или стране. Спросите меня, с чего надо начинать? Какие продукты у вас есть? Кораллдетокс – это первый шаг, это нам нужно решить вопрос с водной средой нашего организма, восстановить кислотно-щелочной баланс, дать воды напиться. Второй шаг – это глубокая очистка, потому что, а смысл давать кучу витаминов, минералов, которые съедим не мы, да? Третий шаг – это восстановление базового питания, витамины, минералы, белки, жирные кислоты, ферменты, пробиотики, клетчатка. Достаточно знать три. Три шага. И с этого начинается. Я помню, в самом начале своей деятельности я приехала в Харьков, и после презентации меня попросили, сказал вопрос, пожалуйста. И тут народ понял, что ты не доктор, профессиональный не доктор, да еще шесть специалистов. И пошли вопросы. А у меня печень, а у меня сердце, а у меня сосуды, а у меня левая коленная чашечка, а у меня вот это, вот это. И... А у нас было всего 16 продуктов. И я им одно и то же. Упаковка жизни лицетин, упаковка жизни... И люди с таким увлечением продолжают так задавать вопросы, а я им отвечаю все то же самое. Только каждый раз объясняю, в этой ситуации, как это будет действовать. В конце концов, в результате у нас получилась концепция здоровья, чтобы перестать отвечать на эти мелкие вопросы. Да? И смысл того, что я говорила. Ребята, вам не странно, что у вас разные диагнозы, а я отвечаю на это тоже. Почему? А потому что мы не лечим людей. А потому что базовая система, пошаговая система на паи, очисти, на корни, защитить, это не лечение, а восстановление у вашего организма той генетической памяти, генетической программы, как быть здоровым. Но что у нас происходит? Вдруг периодически ваш лидер приходит и говорит, «О, сегодня у нас новый продукт, давайте все вот это». А пришел в записи кисновичок. И он начинает изучать этот продукт. И он изучает этот продукт. А тут через неделю вы с новым продуктом, а у нас теперь вот такой праздник продукта. Ребята, подождите, у нас очень много продуктов, но это только четвертый этап, четвертый расширение. Ресторан для каждой системы. Четвертый. Но пока вы не прошли и не научили дистрибьютор. Одному и тому же, одному и тому же вы сбиваете людей. Одну и ту же систему легче выучить, легче научить, легче передать, более глубокие и уверенные знания, больше результатов в одних руках. Ребята, пожалуйста, это то, что нас постоянно вот раздирают. А у меня такая система, у меня такая система. А мы тут через диагностики, а мы тут по другим системам. Ребята, если вы изучаете свой маркетинг так, как его изучаю я, и в теории, и в практике, то вы придете к выводу, что все книги, какие бы ни написаны, они написаны об одном и том же. Одна и та же технология, одна и та же пошаговая система. Не так много навыков, которых нужно. Нет, а у нас, вы знаете, мы про философию, а мы здесь про любовь, а мы тут про Бога, а мы, ребят, подождите, вы что дергаете диссимбьюторов? Вы что-то новое прочитали и хотите этим поделиться? Это все здорово. Бери фокус, будьте в фокусе. Систему нельзя менять каждую неделю. Систему взяли и поехали по этой системе. Шаг за шагом, шаг за шагом. Где-то на третьем или четвертом году жизни у меня была такая ситуация. Замечательный человек, мой партнер, чудесная женщина, она хотела быстрее и быстрее, и при этом она очень качественно работала, очень качественно работала, преодолевала в себе катастрофические, знаете, затыки. И вот уже начиная двигаться, двигаться, и в какой-то момент я говорю, ты знаешь, Марина, я пришла поехать поучиться на другушку в Альянс. Был у нас такой период, когда вот ребята объединялись, и я говорю, ребят, вы свободные люди, я не могу ничего запретить. Да пожалуйста. Конечно. Там говорится, кстати, о том же сам. Но она приехала, и она не услышала того, о чем там говорилось, она решила по-другому. Она говорит, ты не так учишь. Теперь вот я буду по-другому. Я говорю, хорошо, но я не могу тебе научить по-другому, я могу научить, как я. Посмотри, эта дорога привела к успеху не только меня, и всех, кто учился у меня, и всех моих партнеров, с которыми мы вместе это делали. И дело не в том, что в Альянсе что-то было плохо. Она искала волшебную палочку, она искала магические шансы. Но чем это закончилось? Если вы решили отойти от своего наставника и где-то у другого учиться, ваш наставник не сможет вам помочь. Просто не сможет. Потому что он двигается пошагово со своей структурой в одном направлении. А прийти и сказать, научи меня так, как там учили, нет, извините меня, ребята. Понимаете? Поэтому будьте приверженцы пошаговой системы действий. Только это на самом деле дает большое расширение вашего бизнеса. Договорились? Перестаньте метаться. Взяли навык, осваивайте до результата. Не получается вместе с наставником до результата. Более того, вам нужно быть настолько профессиональным в этом навыке, уже понимать, как это делается, чтобы научить. Следующий грех. Это негатив. Ну, кажется, да, меня тоже бывает. Честно говоря, у меня есть палочка-выручалочка. Знаете, я утомляюсь страдать и поэтому страдаю недолго. Все мы жилые люди. И у всех у нас бывают различные состояния души. Но лидер – это не тот человек, который позволяет себе падать в негатив и, главное, распространять негатив. Вверх по лестнице у вас есть что-то не так. Да, пожалуйста, можно. Вниз – нет. Я терпеть не могу, когда люди сплетничают друг от друга. Когда начинают, ой, она не такая, она это. Ребят, бессмысленно, беспролезно. Это совершенно не то. Однажды ко мне пришел молодой человек и он не достиг того ранга, о котором мы договаривались, он не доделал эту работу. Иногда это бывает, ничего страшного. Но когда я говорю, а что ты делал? А ты вот это делал, а ты вот это делал, мы договорились. Нет, я не делал. Ой, Мария, я говорю, можно подумать, у вас тут в офисе тоже люди, я вот знаю, упали в раке. Я говорю, каким-то образом касается тебя, как это влияет на твою жизнь. Сфокусируйся на себе. Ребят, негативные сплетни, зависть, депрессия, негативные разговоры разрушают вас и ваших людей, они от вас отходят. Знаете, в каждой избушке свои поглямушки. У каждого в жизни достаточно проблем. Еще вашими проблемами нагружать себя, я не вижу в этом ни смысла, ни пользы. И точно знаю, что именно это опускает энергию. Этот бизнес без энергии не делается. Негативные разговоры опускают энергию. Вот вытаскивайте запущенные энергии, это колоссальная работа. Поддерживайте позитивные отношения. Перефокусируйтесь. Не получается, на что ты сделал, чтобы получилось. Давай сделаем вместе. Негатив разрушает. Негатив разрушает. Иногда бывает такая ситуация, особенно, знаете, когда переходный период, когда в компании что-то меняется. это всегда тяжелое время. Это всегда тяжелое время. Всегда. В любой компании изменения маркетинга, это всегда тяжелый период. Потому что одни говорят, давайте как было, другие говорят, ой нет, давайте как будет, раздрайк и так далее. Ребят, в этот период начинать рассказывать, компания не такая, это абсолютно бессмысленно. В любой компании есть проблемы. Абсолютно. Знаете, задача лидера это человек, который во время кризиса, во время ситуации сложной находит в себе силы предложить решение, сфокусировать людей снова не на негатив, а на позитив. И вот это очень важно. Это один из навыков лидерских. И без этого бизнес не бывает. Представьте себе похороны. И вот все сидят и плачут. даже на похоронах говорят, какой был хороший человек, сколько он там торочит. Почему? Потому что в период тяжелой потери и так все плохо. Еще и в негатив опускаться. А у нас все тоже плохо и нам недолго осталось. Ребят, это не лучшая идея. С таким настроением, что называется, словно не продажа. Поэтому научитесь. Негатив разрушает вашу сеть. Будьте позитивны. Есть еще одна тема. Ну вот на эту тему давайте поговорим. Очень многие дистрибьюторы, приходя в сетевой маркетинг, надеются на удачу. Какой-то случай появится. Вот я ставлю на этого человека. Перекратите, люди не лошадь. Вот мне спонсор не помогает, а вот там спонсор больше проводит времени, а вот компания и так не уделяет. и начинается поиск более удачной ситуации. И я знаю достаточно много людей, не только в нашей компании, это во всем сетевом бизнесе, это во всем мире есть. Такова природа человека, что люди делятся на создателей, на созидателей, на тех, кто создает и на тех, кто ищет удачного случая. И начинается манипуляция. Знаете, как дети, мама, можно поиграть? Нельзя. Можно на улицу? Нельзя, ты не сделай руки. Папа, он же не говорит, что мама не разрешила, а папа, все время ищет самого доброго, обычно это оказывается бабушка, правда не я, попросить что-нибудь, что делать нельзя. поиски лучшего спонсора. Вы уже подписаны, вы уже здесь. Вы ничего не поняли, если вы пытаетесь поменять спонсора и ищите другого спонсора. Почему? Потому что они спонсоры. Не от него зависит возможность, он зависит только от вас. Только от вас. На прошлом занятии мы с вами говорили, а кто вот сделал эту работу, узнал шесть поколений наставников своей вертикали. покажитесь. Покажите те из вас, кто ну, Галочка, конечно, знала, сразу хорошо научили наставники. Кто еще? Кто еще узнал шесть наставников над собой? Что-то не все еще, не все, не все, а все остальные я хочу увидеть. Ребята, если вы этого не сделали, непременно сделайте. Знаете, бывает так, что ваш наставник по каким-то причинам уехал, заболел, свадьба, работает в другой, чаще это бывает, работает в другом регионе, работает в другой стране или а вы полгода вообще ничего не делали, вдруг внезапно возбудились, где наставник? Надев. Не поинтересовались им мнением, не договорились, все, ой, меня недостаточно любят. Это манипуляция, но если ваш наставник действительно где-то уехал и не может вам уделить времени, шесть поклейник вверх. Это люди, которые заинтересованы в вас максимально и эмоционально, и финансово, и во всех отношениях они заинтересованы вам помочь. Поэтому вместо того, чтобы бегать искать другого спонсора, обращайтесь к вышестоящим. Это раз. Номер два. Это правило, которое я хочу вас научить. Как только вам кто-то говорит, у меня плохой спонсор, это вот только вчера приезжал мой приемный сын, Сереженька, я летел в самолете с женщиной. И она рассказала, и этот не такой, и этот не такой, и этот не такой, и этот не такой, и давайте дружить. Он говорит, я все и выдумал. А что она будет обо мне рассказывать, если все кругом не такие. Не делайте этого, ребята, определитесь, вы кто? Вы в поисках доброго папы, ласковой мамы, которая за вас будет что-то делать. Я так люблю тебя. Помните пример про рыбу? Я люблю рыбу. Поэтому я иду на рыбалку, ловлю рыбу, убиваю ее, сжарю ее, я ее очень люблю. Знаете, ребята, если вы пытаетесь найти себе лучшего наставника, вы вообще не поняли, куда вы пришли. Ваш бизнес это вы и ваши люди. А, кстати, что думают ваши люди? Вы к одному перебежали, вы к другому перебежали, а поскольку в коралловом клубе нельзя переподписаться, надо год не работать в компании. Что вы делаете? Вы перестаете на себя покупать, вы покупаете на родственника, на другого, подписываясь туда, куда вы хотите перейти. И вся сеть знает, что вы непорядочный человек, что вы вру, что вы можете предать. Более того, самое глупое это когда переподписавшись, вы начинаете за собой. Давайте теперь не всех. Правила компании у нас не если ты хочешь иметь наставника, год не работаешь, год не делаешь закуп, подписываешься за нам, но сеть твоя остается на месте. И тут последнее время ко мне стали обращаться. Вы не возражаетесь мне, человек не работал несколько лет, сейчас подписался, а теперь те люди, которые были под его женой, можно суда? Это что за разговоры, ребята? Кто-то с ними в это время готов, кто-то создавал товарооборот вместе с ними, да может быть они и дистрибьюторами будут, может они просто потребители, людей, но они входят в товарооборот высшестоящего человека. А теперь представьте себя на этом месте. Представьте себя на этом месте. Вы потратили время, вы рассказали человеку, вы научили его пить продукт, вы помогли ему подписать первых людей, а потом в какой-то ситуации вы поссорились, или не поссорились, или он услышал сладкое предложение типа я-то буду лучше. Вот как вы себя чувствуете, когда у вас что-то забирают? Давайте договоримся так, вне зависимости от того, насколько профессионален ваш наставник, он вам открыл дверь, он вам помог, не просто информацию дал, а помог вам сделать первые шаги, подписаться, купить первый продукт. Достаточно, чтобы этот человек пожизненно получать благодарность от вас в виде небольшого процента человека. А вот учителей себе учить надо стать ключевым человеком для своего будущего наставника. И хочу вам привести реальный пример. Зинаида Сергеевна «Анатолий Борисов». Зина предприняла много усилий, и вот Анатолий Борисов приехал, посмотрел на все и сказал «Хорошо, но я подпишусь только под тебя». Ну, действительно, девочка когда-то была под ним, не очень успешный диссидутор. На что Зина Деревьева сказала «Мне выгодно, чтобы ты был там, где ты есть». Это мой финансовый интерес. Не выгодно, чтобы так где-то есть. Представь себе, что ты найдешь супер лидера, и он захочет не с тобой, а со мной. Как ты себя будешь чувствовать? Нет, мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Поэтому, мои дорогие, пожалуйста, в английской версии, я думала, что на территории русскоговорящей происходит. Ничего подобного. Такие вещи бывают везде, в английской версии это называется «спать с кем попало». То есть искать себе кого-нибудь покруче, кто, кстати, будет завтра сработать. Поэтому, давайте договоримся. Не переподписывайтесь. Для меня очень большой пример. Александр Подпорин. Они с Олечкой Подпориной поженились. Тоже одна из таких ситуаций. Ну, а почему не Олю под Сашей? Это же одна семья. Вот Оля, где была, там и есть. Подлига Благославствия. Саша, там, где он есть, он и спонсор. Нет, 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 не будем этого делать. Потому что, знаете, когда вы начинаете двигаться, раз вы спонсора другого ищите, вы хотите успехов есть, и вы предали того, кто вам помог в самом начале. Ребята, сетевой маркетинг это большой бумеранг. Оно в жизни так всегда. То, что ты сделал, тебе вернется. Только в сетевой маркетинге вернется. А, быстрее, Б, в 10 раз усиленно. Слишком много людей. И от вас будут уходить люди. И вот это вот вранье постоянное, он плохой спонсор. Разобрались, ребят. Я хочу, чтобы вы были просто честными сами собой и понимали, что те надежды, та энергия, те усилия, которые человек потратит, чтобы вас сюда привести, все, он показал вам дверь. Войти сюда, состояться здесь, двигаться здесь. Если он профессиональный вместе с ним, отлично. Если вы по какой-то причине больше опыта предыдущего переросли, будьте благодарны этому человеку, что он привел вас именно в коралловый клуб, где у вас все состоится замечательно. Понимаете? И не пытайтесь найти себе кого-нибудь другого более сладкого. Разобрались с этим? Это один из моих, честно говоря, я так не уважаю таких людей, вот до такой степени не уважаю. Просто перед этим не могу. И каждый раз, когда ко мне с этим приходят, я говорю, подожди, при чем здесь это? Вот у нас такие отношения. отойди, прекрати отношения. Ты не раб, ты не обязан поддерживать плохие отношения. Ты можешь обратить свой взгляд внутрь, вниз, на своих дистрибьюторов, занимайся ими. Нужна помощь вышестоящему, через одного, через два, на старинку. Подсоединяйся, занимайся. Вот смысл твоего бизнеса, а не только кому, что сказал. и есть грех, который я просто ненавижу. Вот просто ненавижу. Это ворота дистрибьюторов. Почему ну бывают разных вариантов. Ну, например, вы пришли на презентацию, человек прийдет другого на презентацию. Ольга, моя подруга, мы всю жизнь дружили, это мой человек. А человек уже приписан. Вы приходите и говорите, ой, ну зачем она тебе нужна, мы какие подруги, давай, давай, давай. Вы сами себе любите мерзко. И у человека отношение, вы ставите что-то в неловкое положение. Ну, ну, отвратительно, я должен неудобно перед этим, за тобой. Потом начинается слога между двумя ребят. Вот всех, кто ворует дистрибьюторов, это непорядочные люди. Не станьте таким, не дай бог, если когда-то это в вашей жизни было с этой минуты никогда. Если вы знаете людей, которые этим занимаются, покажите им это видео. и есть другой вариант. Давайте договоримся. Не вы привели человека, не вы его подписываете, даже если это ваши очень хорошие знакомые. Это, кстати, говорит, когда я говорю, ребята, первое время вы должны сообщить всем, что вы этим занимаетесь, пригласить, потому что будет момент, и я это видела десятки, сотни раз, будет момент, когда человек подписан, встречаетесь, и говорите, боже, я о нем думал, я только его на потом поздно. Или еще такой я ему давал информацию, какое право ты имеешь, ты-то давал информацию, но сделку не завершил, а завершил этот человек. Давайте запишем правило, человек подписан, все, никто не запрещает дружить, вместе проводить школы, обмениваться результатами, поддерживать друг друга, но человек подписан, все, закончил, не пытайтесь, есть некоторые лидеры, которые, ну я же это когда-то первым ему сказал, а он пошел, ему сказали, а они так сказали, он уже подписан, он принял когда-то это решение, может быть не совсем правильно, но он подписан, ты дороже, твоя честь, твое имя гораздо важнее, чем сегодня этот человек. у меня были такие ситуации, когда мне говорили, Мария Яковлевна, только вас никогда, вот никогда, представьте себе, что ваши спонсоры, такие, ну я не знаю, масса замечательных лидеров, все хотят с тем, кто стоит на сцене, те, кто успешен, кто легко общается с людьми, ребята, это то, что сто процентов разрушает бизнес, первый человек, который один раз подписал, потом переподписался, он уже приступил к черту порядочности, у него уже вы создали для него проблему, второе, вы сами совершили поступок, который разрушит ваше будущее сто процентов, третье, вы создали ситуацию конфликта между собой и тем, кто его подписал, более того, вы создали ситуацию конфликта ваших наставников, которые будут между собой решать, но знать будут все, один раз, второй раз, и знать будут все, что вы тот человек, который делает предложение, предложение звучит так, мой ваш вопрос далеко, а я здесь, давайте вы под меня подпишетесь, или у нас школа, ну мы сюда раньше несколько раз встречали, на нашем складе, мы обслуживаем только те, кто у нас подписан, или на нашу школу только, кто у нас подписан, ребята, забудьте, забудьте, не делайте этого, все будут знать, все будут говорить, у вас будет репутация, вас не будут никуда звать, приглашать, с вами совместно школы откажутся делать, для меня это критически важно, второй вариант, это когда вы говорите, ну да, понимаешь, я, 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 я могу научить тебя, да, и у нас так все интересно, ну давай ты подпишешь, у нас нельзя переподписаться, нельзя, ну ты маму можешь подписать, или папу, или дочку, или родственника, а я буду работать с собой, ребята, когда-нибудь услышите такое предложение, вот берете маски, хоть на углу, никогда с этим человеком дело не идите, непорядочный человек, не делайте этого, и есть еще один вариант, когда встреча двух сетевиков, у меня было несколько, ну понятно, что по жизни мы общаемся со многими сетевиками, и вот когда я встречаюсь в истериках, который влюблен так же как и я в свою компанию, у которого есть результаты, большие или маленькие, это не имеет значения, он вновь рассказывает, какая она замечательная, никогда не делайте ему предложение, во-первых, он вас не услышит, во-вторых, для того, чтобы он вас услышал, вам нужно обесценить то, что у него есть, и что вы делаете, вы разрушаете его, придет ли он к вам неизвестно, чаще всего нет, конечно, не делайте счастливых людей любой сетевой компании, несчастны, не делайте этого, у меня была, более того, смотрите, кого, у меня была одна встреча, она меня, запомнила надолго, молодая женщина, она занималась бинарными маркетингами, она говорит, у меня команда, 24 человек, вы понимаете, готовый мастер, 24, лидер у нее, и мы вот в одной компании, мы потом в другую компанию приходим, первыми мы запускаем компанию, я говорю, а сколько народу вы разорили, она говорит, почему разорили, со мной команда, я говорю, а те, с кем они работали, ну это же свободный бизнес, это их право решать быть успешным или не успешным, она мне все рассказывала, рассказывала о своем бизнесе, я все ждала, когда я сделаю собственное предложение, а я не сделаю, я не хочу, понимаете, ребята, то, что мы строим, это же карьера, это бизнес на всю жизнь, если вы серьезно решили стать очень богатым, это, ну может быть, вы когда-то потом зайдетесь чем-то другим, но остаточный доход, и это значит, что вы с этими людьми, как я, как многие наши лидеры, проведете 5, 10, 15, 20 лет, 20 лет, вам не нужны люди, которые ведут себя подобным образом, я могу там украсть, я могу там украсть, я могу там украсть, и последняя история по этому поводу хочу рассказать, GoPro, 10 тысяч человек из 350 компаний, 100 стран, но кто будет знать, кому я что сказал, казалось бы, охота открыта, и как они не боятся привозить своих людей, потому что на сцене стоят такие лидеры, которые просто действительно хочется с ними общаться, действительно хочется у них поучиться, не боятся, а знаете почему, в самом начале Эль Курик вышел и сказал, это было до того, как началось событие, он поздоровался, сказал, у меня цель, чтобы вы стали профессионалом, и сказал, если вы уважаете это место, то вы попытаетесь заниматься рекрутированием здесь, вы не будете распаливать свою компанию, и попытаться вовлечь нового человека, есть второй вариант, когда вы начинаете говорить, вы как интересно расскажете про вашу, с целью, чтобы потом рассказать о своей, вы не будете этого заниматься, если вы уважаете это место, и потом добавлю, ну если кто-то из вас попытается, и на вас пожалуется, вы никогда, никогда, от слова никогда, никогда больше вы не попадете, ни при каких условиях суда, даже если это была ошибка, даже если вас не так поняли, вы никогда суда не попадете. Знаете, я тоже вам хочу сказать, что никогда больше не буду работать с людьми, у которых была такая история, вот с этого могли, ни на школу приглашать, ни консультировать, нет, понимаете, потому что вот это вот полуправда, а он так сказал, человек подписан, все забудь, дружи, помогай, как угодно, ребят, договорились, для меня это очень важно, потому что я видела, как разрушаются компании, вот эти шесть грехов, они могут вас, особенно жестой, они могут уничтожить даже успешный ваш бизнес, не делайте этого, ну и седьмой грех, бомжи сетевого маркетинга, люди, которые постоянно прыгают из компании в компанию, приехали сюда, знаете, вот это, я приду попробовать, я приду попробовать, и вот, а вы с ним работаете, а вы работаете, с его, он приглашает людей, вам же надо помочь, не он, вы, вы знаете, у вас энергия, у вас опыт, у вас результаты, вы работаете с его людьми, вы проработали с одним, и вторым, и вот уже выросло какое-то количество людей, тут ваш якобы партнер собирает все и корни, которые вы садили, корни, которые вы поливали, выдергивали и в другую компанию, значит, мои дорогие, если вы решили попить продукт корового клуба, я счастлива, это отличное решение, и наша компания тем отличается, что не дает мелких решений, она дает комплексное, системное, пошаговое решение, которое действительно приводит людей к результату, если они последовательны. Если вы решили этим заняться, ну вот, то, что называется social help, просто поделиться с тем, с тем, вы себя социально хорошо чувствуете, если поделились с ними, отлично, не вопрос, никаких претензий. Если вы решили парт-тайм, что называется, частичное время, но об этом я в следующем вебинаре расскажу, и даже из этой ситуации стать успешным, не вопрос. Ну, ребят, поймите, если вы решили стать профессионалом, то главная мысль, первая мысль, я не ищу, где, знаете, рыба, где глубже, человек, где лучше, это такая, знаете, очень мелкая, дешевая философия. Я не пришла в самую большую компанию, меня приглашали в Мамбэй, в Мэри Кей, в Вижн, в Доктор Нону и целый ряд еще 10 компаний. Я не пришла ни в одну из них. Не важно, по какой причине. Я пришла в маленькую компанию, где было 16 продуктов и где не было, собственно, ничего, не поддерживающих материалов, ну, ничего. но была идея, были люди, влюбленные в свою ищу, в президенты, который говорил, я мечтаю создать такую компанию, где бы людям было классно работать, здорово. Почему выбрали именно эту? А потому что это моя компания, это мой бизнес, это я создаю бизнес. От того, какая я, такой будет бизнес. на первой школе в Ермолине, там 42 человека всего собралось со всего постсоветского пространства, и Мишин Калитиновский выступал. От того, какие мы, мы решения приняли, от того, какие мы, такой будет бизнес. Вы что думаете, поздно принять его сегодня? От того, какие мы, такой ваш бизнес будет вместе с компанией «Караллокит». Не прыгайте. Это называется сетевая шизофрения. Чем больше компаний, тем больше дохода. Этого никогда не бывает. Потому что 5% в каждой компании остается 5% и никогда не бывает 20%. Более того, когда вы прыгаете из компании в компании, вы разрушаете людей. Они раз за вами пошли, два на третий раз. Ты чего прыгаете? Нет, бывает ситуация. Иногда люди меняют компанию по разным причинам. Вот когда человек готов поменять компанию, как раз хороший разговор между двумя сетевиками, когда он это решение принял. И я знаю, у нас тоже есть люди, которые попробовали в одной компании, в другой компании, они не были готовы. Но уже придя сюда, если вы серьезные решения приняли, то стройте здесь. Стройте, не ищите, где слажены. Ну и потом, я думаю, вы все видели эти ситуации. Будьте очень аккуратными. Информационное пространство заполнено предложением. Что предложение? Такие, ой, у нас ничего делать не надо сразу. Вот смотрите, вот у нас миллион, вот у нас полмиллиона, вот у нас уже 30 тысяч заработал за две недели. Ну, слушайте, ребята, ребят, меня сейчас слышно, видно? Ребят, кто меня видит и слышит? Пожалуйста, плюсики, можно? Не надо так. Нет, это сильно не так. Все. Не поняла, вы что, анекдот не услышали? Для тех, кто не услышал, еще раз повторяю, молодой человек решил покончить жизнь, потому что все в жизни не случилось. Потерял работу, деньги, жену, все, что у него было. И, готовясь покончить с собой, встретил бабку, на басту, которая говорит, милок, я волшебница, я могу тебе помочь. И завтра жена вернется и на работе повысят по карьерной лестнице и тебя ждет клад, путешествие и все на свете. И он говорит, ну, давай, извини, дорогой, если на вопрос, ты должен провести со мной ночь. И что, правда будет? Правда будет. Ну, провел он с ней ночь. Утром просыпается, ничего такого. Он говорит, а где? Он говорит, такой большой, ты до сих пор в сказке веришь. Вот так и те люди, которые идут на сладкий звон монеты, которые считают, что только потому, что кто-то их позвал, вот там вот лучше. Хотите, скажу правду? Первое. Сетевых компаний однодневок очень много, которые живут обычно от полгода, в годах, два-треть не исчезают, их миллион. Найти стабильную компанию, стабильно развивающуюся, это большое счастье. Второе. Здесь надо строить и тогда ваша компания, наверное, сделайте чуть-чуть побольше. Вы уважаете себя, любите себя, радуетесь тогда, когда это вы сделали, это ваш бизнес, это... все, это вы сделали, да? И третье. Нет ни одной компании, как линейной, так и сетевой, где было бы слабко всю жизнь. Я не знаю ни одной компании, где бы не было каких-либо проблем. Бывают периоды роста, бывают периоды, когда ну вот все классно, здорово, 2007-2008, 2006-2008 год, у нас был просто бешеный, сумасшедший рост, да, потом кризис, наступил и немножко растерялись. Все компании переживают, какие-то перестройки внутри компании, какие-то изменения. Всегда бывают периоды, очень большого роста, периоды, и, кстати, они зависят от вашего решения. И бывают периоды проблем. Так вот, Станислав Нужич, есть такой замечательный, чешский, славянский, по-моему, юморист написал, что ты бьешься головой по стену. Ну, пробьешься ее, что ты будешь делать со седниками. Ребят, если у вас есть, а у вас есть достойная компания, с прекрасным продуктом, альтернативой, вот такой системы я не встречала, несмотря на то, что общалось. Если вы уже пришли сюда, начали двигаться, бейс-стейбл, будьте здесь, и не просто стабильно работайте, а будьте приверженцем компании. И есть еще один, восьмой грех, наше время, ага, у меня еще есть, не успею. Еще кое-что, восьмой грех, не написал, но он называется манипуляция. Когда вы предлагаете дистрибьютору срочно закрыться, или вы закрываете его, для того, чтобы не потерять свой ран или получить достаточный чек. Это плохая ситуация, таким образом вгоняют людей в долги. Когда-то девочка Деревьева, когда-то девочка Деревьева открыла мастера, и на следующий месяц, но не успела, и я не досмотрела, она не досмотрела, она позвонила ко мне и сказала, что делать. Там было, да и до тачков там было, тряса, ни о чем. Что Марина мне делает? Докупить? Я говорю, нет. Ей было не ловко мне сказать, может, ты закроешь. Она даже не посмела это сказать, она, человек с культурой сетевой, она понимает, что такие вещи не делаются, да? Мне было выгодно закрыть, да, конечно, пять тысяч долларов, плюс или минус, лишая всего три собана. И я этого не сделала. И знаете, что мне Дина говорит, Марина, ну ты же теряешь его, и ты теряешь. Он говорит, Марина. Я говорю, знаешь, Дина, коровый клуб завтра не закончится, но зато за эту ошибку мы запомнили на всю жизнь. И больше никогда, никогда, никогда этого не было в ее истории. Это научило ее делать все правильно, заранее планировать, контролировать свой бизнес. Но потеряла ли я? Да нет. Я приобрела колоссальное доверие. Знаете почему? Потому что в предыдущей компании ее заставляли выкупать продукт из выгоды, для выгоды наставника. И загоняли в долги. Не делайте этого. Не делайте. Ну что ж, давайте подведем итог. Мы поговорили о печали. Грех номер раз. Поехали. Грех номер раз. Это преувеличение, ложь в любом виде. Грех номер два. Это непостоянство. То горячий, то холодный. Кстати, знаете, по этому поводу есть такое. Я когда-то это вычитала, не знаю, насколько это правда. что в правилах дорожного движения написано, что если вы задавите гуся, то вас оштрафуют. Вам надо будет возместить материальный гуся. Если курица, то нет. Знаете почему? Потому что гусь идет прямо. А курица туды-сюды, туды-сюды. Не мечитесь, задавят, и никто отвечать не будет. То есть постоянство в принятом решении, постоянство в поддержке своих людей. Третье это идея недели. Не меняйте структуру действий. Приняли решение, пошаговая система, и пошли по пошаговой системе. Четвертое это негатив. Это то, что разрушает энергию внутри, и люди уходят, потому что не хотят этого негатива. Пятое это попытка найти сладкого спонсора. Не будьте продажны. Не работает. Шестое это воровство дистрибьюторов. Не делайте этого никогда. Ваша честь стоит гораздо дороже. Ваше имя стоит дороже. Вы сегодня закладываете имя на 5, 10, 20 лет. И седьмой грех это не прыгайте из компании в компанию и восьмой не нагружайте дистрибьюторов ради собственной выгоды. Если хотите им помочь, работайте вместе с ними, но не заставляйте их делать закупки, которые их разоряют. Или наоборот, не развращайте их, подбрасывая, закрывая свои любопыты. Итак, говорите только правду, этого достаточно. Регулярные действия, постоянное движение, этого недостаточно для успеха, но без него успеха не бывает. Придерживайтесь одной системы, одного пути, станьте профессионалом в этом, обучите своих людей, убедитесь в том, что они умеют обучать этому других людей, и тогда это принесет максимальные успехи. Будьте позитивны, всегда находите позитивное. Кризис это возможность. Кто-то сегодня испытывает сложности, не получается, отлично, давайте школу, есть проблемы с товарооборотом, давайте ярмарку. Что мы сделаем для того, чтобы исправить эту ситуацию, будьте лояльны, будьте лояльны своей команде, в первую очередь будьте лояльны своим людям, и будьте благодарны своему спонсору, и будьте преданы своему наставнику, и тогда вы сможете точно так же, как и он, построить мощную организацию, которая будет развиваться в глубину, на основах принципов и культуры, это важно, это то, что делает нас одной командой, это то, что поддерживает ваш бизнес, даже когда вы в нем не работаете, культура, принципы, правила, вот это то, что поддерживает бизнес вне вашего участия, берегите и развивайте своих дистрибьюторов, не пытайтесь взять у кого-то что-то, не берите то, что плохо лежит, однажды в самом начале, я по-моему рассказывал в прошлый раз, когда пришел человек, оказался и налоговым инспектором пришлось платить страх, и ребят, не берите чужого, не берите чужого, ваше имя стоит дороже, ну и наконец, преданность собственному бизнесу внутри компании, то, что вы сейчас начали строить, через год, через два, через три, а через пять, а через десять лет, приведет вас к громадному, колоссальному, семизначному, остаточному доходу, я сегодня это говорю точно, потому что со мной тоже произошла реновация, я точно понимаю, что делать, я понимаю, как это делать, и следующий среду, в это же время, в 11 утра, по Киеву, в 12 по Москве, если вам удобно, не знаю, как там, по Лондону или по Лос-Вегасу, ребят, самый главный, вот самый главный секрет, вы знаете, это то, что вам позволит стать миллионером, захотите вы это или нет, это вам решать, доведете это дело до ума да или нет, но это то, что сделали миллионерами абсолютно всех тех людей, которые реальные миллионеры, не рассказывают о миллионах, а реальные миллионеры. Вот этот секрет, вот этот урок, это будет в следующую среду, и мне понадобится, ну, собственно, я постараюсь успеть тоже полтора часа, уже полтора часа, освободите время и сделайте все для того, чтобы попасть на этот вебинар, потому что то, что сейчас происходит в декабре, в декабре, в декабре, подготовка, и я думаю, что мы с вами стартуем. Я точно теперь знаю, как сделать так, чтобы Коралл-клуб стал компанией с миллиардом товарополитом, компанией, в которой огромное количество богатых и успешных дистрибьюторов, компании, в которой десятки, а может быть, и сотни миллионов. Если говорить о годовом доходе, я все точно знаю, как это и готово это делать с вами снова с нуля. Мое самое большое пожелание отнеситесь к этому как к профессии, оставьте себе задачу стать профессиональным сетевиком, потому что сетевой бизнес хоть и не идеальный, но он лучше. Успехов вам! Счастливо!